Здравствуйте, вы смотрите программу Актуальное интервью в студии Надежды Саханская. В этом году в сентябре состоятся выборы главы региона, депутатов Государственное собрание Илтумен, Якутскую городскую думу, главы депутатов органов местного самоуправления. Сегодня гость в нашей студии Гаврил Парахин, лидер Якутского регионального отделения Либерально-демократической партии России. Гаврил Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. В настоящее время в условиях специальной военной операции, как никогда, возрастает роль патриотического воспитания. Скажите, Либерально-демократическая партия России имеет ли в своем распоряжении какие-то программы как раз-таки по патриотическому воспитанию? Спасибо, что позвали. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В преддверии праздника ИСЭХ, нашего любимого национального, многонационального праздника, конечно же, хочу вас поздравить всех с нашим любимым праздником. И, конечно же, вот это мероприятие, которое проходит каждый год и проходит в разных улусах и городах нашей республики, и не только в нашей республике, но и за пределами, я считаю, что один из тех направлений, которое называется патриотизмом. В эти праздники мы вспоминаем о нашей культуре, о наших языках, мы взаимодействуем друг с другом, общаемся, соревнуемся, проводятся определенные игры в разных направлениях, вспоминаем поэзию, вспоминаем множество стихов, песен и так далее, которые приводят к тому, что вспомнить о самом главном, о любимом, о нашей многонациональной стране, о нашей любимой республике, о наших жителях. Это самое важное. Ну а то, что сегодня СВО само по себе дает возможность задуматься все-таки о патриотизме, мы сегодня увидели, что много жителей нашей республики, живущих и живших, родившихся в нашей стране, покинули нашу необъятную страну, и это как бы один из поводов сегодня задуматься подрастающему поколению, воспитателям, которые готовят это подрастающее поколение, родителям о том, что же делать дальше, и с чем мы можем сегодня спасти, и как мы можем направить, а я считаю, основной это нашу молодежь, для того, чтобы все-таки патриотизм был не на словах, а на деле. Это действительно мое мнение. Самое главное, что сегодня нужно заняться спортом. Спортом не просто на словах, да, а действительно основной из важных направлений все-таки в спорте, это подготовка вообще всех граждан России к нормам ГТО, это вернуть, естественно, все наши, начальная военная подготовка, это все то, что связано вообще, каждый человек, каждый житель нашей республики должен быть всегда готов защитить и охранять границы нашей необъятной страны. И, конечно же, самое главное, самое главное сегодня, чтобы это подрастающее поколение, и те люди, которые приводят сегодня пример, мы увидим в примере наших военнослужащих, которые показывают своим заслугами, как они воюют, как должно дальше развиваться наше общество, и к чему мы идем. И, к сожалению, после пандемии, где мы увидели недостатки в медицине, мы сегодня увидим, и на основании СВО, какие недостатки, какие пробелы у нас есть в этом направлении, и мы сегодня должны этим заниматься. Есть ли какой-то положительный опыт с прошлых лет, который оказался незаслуженно забытым? Да, конечно. Буквально вчера я смотрел СМИ, вернулась Зорница, это открывали вчера официально в НАМЦах, это 18 команд, которые с общественных образовательных учреждений собрались и проводили конкурсы, эстафеты, связанные со сборкой, разборкой оружия, в трудных условиях зажечь костер, приготовить пищу, это очень важно. И сегодня мы это возвращаем, это вот буквально только вчера произошло, на самом деле надо было этим заниматься гораздо раньше, и сегодня, я думаю, были бы совсем другие результаты у нас на линиях соприкосновения с нашим врагом в этой специальной военной операции. Было бы на самом деле все гораздо проще, гораздо спокойнее, гораздо бы меньшими затратами, меньшими усилиями, потому что такие мероприятия, такие вообще действия связаны с созданием конкурсов, единоборств, вообще как бы взаимодействия в нашей республике, где много районов, где много очень общественных организаций, образовательных организаций. Конечно же, нужно сегодня проводить такие мероприятия, как Зорница, и такие, которые были дальше, и, конечно же, такие ДСААФ моменты, они вообще забыты сегодня. Это парашютный спорт, это десантура, это вообще все, что связано с техникой, особенно военной, это очень важно. Как Вы думаете, какие схемы могут до сих пор быть успешно использованы? Ну, я сам заканчивал физкультурное отделение, и было начальное военное отделение, НВП, НВО, это специально подготавливали. Я прошел такой момент, который связан не служив, а проводил военную подготовку. Это тоже очень важно. Военная подготовка, это все-таки военная кафедра, это дает многое. И то, что сегодня пытаемся вернуть им эту тему, я думаю, должны как бы обширно подойти, точечно вернуть не только высшие заведения, но и в заведения, которые техникумы, среднего образования, вернуть эту такую военную кафедру, это очень важно, на самом деле. Потому что не все могут позволить себе пойти в армию по каким-то определенным обстоятельствам. И дожидаться тогда, когда закончится обучение, или перейдет в ту стадию, когда можно будет попасть туда, это тоже, на самом деле, очень сложно, проблематично для подрастающего поколения. А на местах военной кафедры это очень важно. И для того, чтобы ее возобновить и масштабно, действительно нужны какие-то определенные уже ресурсы, связанные с финансированием, связанные с определенными местами, с кадетскими школами, с теми местами, где пионерские лагеря, которые именно будут специализированы, мы назовем их пионерскими, летними лагерями, а может быть, все-таки круглосуточными, круглогодичными лагерями, которые будут подготавливать наше подрастающее поколение, и не только молодое, но и, пусть назовем там, среднего возраста, которые должны быть четко готовы к этому. Кстати, по поводу начальной военной подготовки. Сейчас у школьников старшего звена будут обновляться учебники по основам безопасности жизнедеятельности. Там ведут как раз-таки графу по военной подготовке. Как вы оцениваете эту меру? Очень здорово. На самом деле в учебники надо вкладывать деньги. Последний круглый стол показал, что работа ведется над этим. Но только одними учебниками мы не сможем привить патриотизм нашему подрастающему поколению. Конечно же, громадные сейчас деньги на это выделяются, на патриотическое воспитание. Но они, я к сожалению, не очень эффективно используются. Я как депутат Государственного собрания ЛТМН 5-го САЗВ участвовал в этом мероприятии. И, естественно, мы подготовили закон в 2020 году в январе о патриотическом воспитании. Одни из первых в республике, не только в республике Саха-Якутия, а вообще по всей стране. И этот закон стал работать. Но работает ли он эффективно? Мы по оценке последнего круглого стола, на самом деле, я не увидел стопроцентной отдачи в работе этого закона. Очень много, так назовем, воды, которая действительно на словах, а на деле она совсем не работает. И мы абсолютно не видим, если брать стопроцентную отдачу тех денег и тому закону, сколько выделялось на это внимание, к сожалению, закон на 100% не работает, я думаю, процентов на 50%. И нам сегодня нужно действительно достойные преподаватели, действительно достойные люди, которые с мест специальной военной операции могут прийти, рассказать, и не только с этих мест, но и те люди, которые прошли какую-то определенную подготовку, имеют опыт в этом направлении. Поэтому тут надо подходить комплексно. Еще раз вернусь к спорту, не просто так. Еще не просто так вернусь к шаговой доступности спортзалов, к правильному воспитанию, к кружкам. И сегодня дополнительно, естественно, к классам в школах, и, естественно, в техникумах. И сегодня сами преподаватели должны прививать к тому же русскому, к истории русского языка, к истории якутского языка в нашей республике. Тем правильным, наверное, красивым моментам, которые всю жизнь были на протяжении последних 100-200 лет, как это все происходило. Нужно знать историю нашей России, к чему шли наши деды, прадеды, и для чего они это шли, чтобы мы сегодня понимали, для чего все-таки наше подрастающее поколение живет и будет жить дальше. Скажите, вот упоминая круглый стол о законе, который работает, как вы отметили, не полностью, в этом вы и отмечаете пробелы по патриотическому воспитанию, учитывая, что меры далеко неэффективны? Да, просто одной, ну я так, может, грубо скажу, макулатурой, которая будет печататься о патриотическом воспитании, мы далеко не уйдем. Это в любом случае, еще раз повторюсь, это комплексный подход, начиная о тех помещениях, о тех преподавателях и о тех примерах в каких-то лицах определенных наших заслугах. И в каждом уголке нашей республики, естественно, стране, должны об этом говорить. И говорить не о том, как надо это сделать, а говорить о том, что нужно это делать. Сегодня нужно заставить нашу молодежь идти на эти уроки, участвовать в этих уроках, чтобы преподаватель был действительно профессионал, и ученику было интересно слушать его и показывать примером. Конечно же, нужно сегодня, я вот вспоминаю, просто на военной кафедре я быстрее всех мог двигаться за рулем БТР, то есть в мотостилковый взвод. Я помню, что я там дальше всех и точнее всех бросал гранату. Это же была какая-то определенная у меня сноровка, в отличие от других наших коллег, хотя у нас было физкультурное отделение. А сегодня мы говорим о том, что разные кафедры, разные подготовительные курсы у каждого своего факультета, но должно объединять одно – военная подготовка, где какие-то проходить определенные состязания, не только там в вождении или в метании граната, но и, конечно же, исторические факторы поднимать, примеры приводить из истории, рассказывать, как это должно быть. Если сегодня мы не можем выйти на субботник вместе, как мы можем защитить вместе нашу необъятную страну? Если мы сегодня, к сожалению, не можем заставить наших детей дойти до мусорного бака, чтобы он бросил туда мусор, или мы сегодня говорим о том, что вовремя пойти на учебу. И в чем пойти на учебу? Я думаю, что форму однозначно надо, единую, хотя бы в определенных параметрах должна она быть, а не так, кто ходит, в чем попало. Кто-то в шортах, кто-то в трико, кто-то в джинсах, а кто-то наглаженный в рубашке. Это тоже очень важно. Сегодня то, что наши дети, наша молодежь должна четко понимать, что нужно приходить вовремя на урок, не опаздывать, правильно себя вести, четко поставленные задачи выполнять и вовремя, и в срок. И это на самом деле очень важно, это не мелочь, от этого зависит. С мелочей все и начинается, на самом деле, чтобы потом говорить о каком-то глобальном патриотическом воспитании или о патриотах нашей. Патриоты, которые сидят на диванах и рассказывают, и хаят власть на кухне, это не патриоты. А патриот это тот, кто вышел, пошел и сделал, и помог ближнему у себя во дворе, напротив двора и так далее. В этом я с вами полностью согласна. Благодарю вас, Гаврил Павлович, за то, что стали гостем нашей студии. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо большое, Надежда. Я думаю, что все будет хорошо. А я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.